Суть отношений в новом мире, в новом, дивном, прекрасном, где все друг другу не доверяют, где нет образа будущего, в который мы все идём, где нет общих ценностей, которые нас объединяют, нихрена вообще отношения. И дальше люди с этим отношением, к отношениям, с другом пытаются строить отношения, всё идёт, чёрт знает как, и они говорят, ну, правильно, им не надо. При этом внутри у нас потребность в отношениях есть. И это вопрос не сексуальности, это вопрос социального инстинкта. Нам биологически необходимы рядом в присутствии другие люди. Да, если вы пара, с которой есть куча взаимных претензий, что она должна наготовить обед и нагладить бельё, он должен принести деньги или вести себя прилично, не пьянствовать, не пить пиво вечером и так далее. Это вряд ли хорошая конфигурация. Но если вы психологически способны найти резонанс взаимный, и вы считаете, что именно это самое важное, а не исполнение каких-то ролей, ролей мужа, ролей жены, ролей сожителей и прочее. А вот этот резонанс для вас важен, вы поймёте, что отношения – это не такая катастрофа, как кажется иногда, исходя из своего гордого одиночества, после пережитых, так сказать, травм отношений. Хотя травмы, конечно, делают людей более осторожными, но это тревога, тревога хорошему не учится.